ребята всем привет с вами александр и хочу вам показать вот эту мобильную группу которую возможно уже вспоминал и вы слышали это версия мобильная игры jurassic world и там она доступна и в apple story и в android маркете с нам дается такой остров остров как у нас будет ну го остров ну горно не сколько я помню то есть мир остров собственно похож на тот который у нас в фильме есть вот наши знаменитые врата jurassic world вот тут ходит у нас монорельс сейчас где-то он должен тут проезжать сейчас я вам его покажу так в общем это мобильная игра по принципу текуна какого-то немножко работает наша задача растить динозаврика в общем-то и участвовать в боях здесь кстати очень сильно сюжетная сюжетная составляющая наши есть задание узнаем нашего зловещего человека у меня уровень 22 текущее задание мне то есть сюжетно это пройти уровень схватки то есть битве динозавров там 3 на 3 в основном проходит 22 уровня сейчас я это все покажу и вот есть второстепенная задача с по времени там качнуть одного динозавра там это не были еще какая-то такая ерунгень так сейчас я поставлю задачу на завод мой по производству пищи на 6 часов пусть колбасится а мы пока все поизучаем итак у нас есть в принципе две основные закладки это здание и динозавры ну динозавр у нас делятся на хищники травоядные аптерозавры амфибия и гибриды есть так отдельно отдельная графа идут водоплавающие тут один только мозазавр собственно говоря есть вот он должен находиться вот здесь вот здесь он будет находиться если я его когда-нибудь выиграю так в общем здание здание бывает двух типов большинство зданий то есть вот эти вот там треки вот горки отели вот эти вот и вот наблюдательные башни вот солнечные батареи вот это вот какая-то пирожная кофейня боб джунглей кофейня боб джунгли да то есть они все приносят деньги вот это наши золотые монетки которые вы видите вверху экрана которых мне сейчас 596 тысяч то есть это монетки за которые мы что покупаем за которые мы покупаем мясо в основном они нужны для покупки мяса вот на этом заводе который у меня уже прокачан до производства или уровень 5 так монетки бог больше принципе на кофе здесь не нужны за монетки покупается такое мясо в общем то беспонтовая штука но в начальном на начальном уровне нам нужно заморочиться зарабатывание монеток вот у меня стоит такая зона генераторов они тоже приносят монетки 780 монеток в час приносит для начала нам будет доступны только вот эти вот на первых уровнях это кофейня боба она приносит 437 монеток за 30 минут это как короче самый выгодный способ зарабатывания но нужно каждых полчаса заходить в игру и собирать монетки чтобы это было выгодно как видите электростанция собирается один раз в час но дает 780 монеток то есть меньше меньше чем два раза собрать у кофейни боба так это у нас по части экономики в общем нужно вначале настроить кофейн боба чтобы побольше денежек зарабатывать и на них покупать мясо так переходим дальше то есть с помощью мяса мы собственно говоря кормим наших динозавров динозавр не просят кушать там каждый день такого нет это не тамогоже их кормить нужно чтобы они росли в силе вот возьмем нашего насута цератопса то есть их можно так покрутить да мне немножко короче мощности телефона не хватает у меня такой простенький мэйзу м2 за 3000 гривен с копейками точно за 120 долларов так что немножко не тянет скажем так вот так вот мы кормим наших динозавров то есть ну травоядные идет траву есть мясоядные мясо мясо короче там ползающие рептилии живут рыбу ну а летающие какую-то кормушку любят в общем так вот не прокачиваем вот так прокачался уровень у нас растет урон и растет его здоровье и растет также прибыль которую приносит динозавр этот динозавр приносит как понимает 252 монетки за 34 минуты давайте сейчас выйдем наверх и посмотрим это ну нет собственно говоря не знаю что это за показатель на суток тиратов приносит нам полторы тысячи за три часа здесь у разных динозавров разное время то есть вот этот три тиратов максимально прокачиваем приносит 1600 каждых пять минут коротненький такой обзор по по экономик по принципу я вам рассказал строим экономики корме динозавров детальнее буду рассказывать на следующих видео а сейчас посмотрим что я уже на 23 уровне что я получил так рынок я вам показал да вот у нас есть такие вот так давайте вот хищники какие у меня открыты открыт моим газа в ютараптор карнотавр гульян тиранзавр кстати да не сказал же у нас есть еще валюта это у нас есть зеленые доллары которые можно только выиграть на схватке либо выполняет сюжетные задачи и есть первый параметр у нас 845 очки генов вот за эти гены мы покупаем динозавров и прокачиваем динозавров так про про механизм прокачки я тоже расскажу уже попозже уже как не в следующих видео отдельно сниму видео если вам будет интересно по поводу того как драться как драться на арене как зарабатывать такие же очки вот собственно говоря арена у нас доступны на данный момент три задания еще каждый день почти появляется задание по дракам именно на эту на эти сутки вот у меня следующая сюжетная драка это уровень 22 мне нужно победить вот таких вот 3 ктеродона метриаринха и анкилозавра то есть они мега прокачаны как видите у меня вот внизу внизу вот это все моё но у меня таких сильных нет и в общем то чтобы их пройти нужно ну чтобы повезло и очень скиллом вытаскивать чтобы прокачивать динозавров быстро нужно закидывать реальные деньги чего я конечно же никогда не буду делать снова не буду говорить никогда но в общем то не делаю да вот здесь есть купа всяких бонусов можно нажать на очки можно купить там в общем то все она покупается за настоящие деньги если вы хотите что-то получить быстро ну потому что выигрывать ну то ли чтобы играть схватки да вот допустим вот есть срединка это у нас всегда доступные сражения с другими игроками нажимаем вызов и это стоит 5 долларов то есть 5 долларов которые нельзя заработать в игре то есть их можно опять либо выиграть либо купить за настоящие деньги ну вот давайте классно покажу вот вот собственно говоря цены на долг на баксы эти баксы нам нужны только для для игры только для игры онлайн принципе и и ускорение процесса прокачки и все то есть за эти доллары купить гены даже вот эти нельзя продать и динозавров получить и динамика можно за то есть продавать динозавров но я люблю динозавров скажем так я собираю полную коллекцию хочу чтобы не было как можно побольше потому пока я не спешу продавать но надо сесть калькулятором как говорится и просчитать рассчитать что да почем так 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 что территории мы расширяем да вот как видите можно расширить территорию вот за 131 тысячу нам предлагают конечно же соглашусь а дальнейшее расширение проходит за доллар да вот еще одно предназначение долларов за доллары можно покупать территорию и на этом вроде все кстати сейчас до через 7 минут тут ежедневный подарок дастся вот бесплатно дается каждый день набор карточек там динозаврика даже иногда попадается попадается доллары попадаются гены в небольшом количестве также вот можно купить вот 100 гривен 200 гривен редкие наборы то есть это у нас загадка неизвестно что попадет потом есть обычный набор там будет обычный динозаврик есть вот бронзовый набор там будет редкий динозавр серебряный с раптором это будет у нас супер редкий там будет какой-то динозавр ну и в легендарном вот не какой-то там легендарный динозавр их несколько это в общем так классные которые делятся динозавры обычные редкие супер редкие легендарные и так по каждому типу хищники летающие ползающие травоядные в общем все имеют такие такую градацию так что у нас еще такого бы сказать можно строить украшать всякое всякие там здание 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 бывают двух типов ну которые приносят деньги вот они как украшение служат и развлечения как видите у меня солнечная батарея есть но она мне еще закрыта потому что я ее выиграл скажем так вне плана развития можно выигрывать и динозавров и и разные украшения здания украшение у нас вот как видите здесь один процент два процента четыре процента все здания украшения предназначен только для того чтобы на указанный процент повышать доход от либо от здания либо динозавров то есть не за ему возле чего они находятся то они повышают так кстати вот 147000 давайте статуи трицератуса разместим разместим ее давайте вот здесь перед гостиницей вот вот видите она работает но чем более дорогая дорогое украшение вот она из статуи велосипедатора у них есть зона действия на которой они повышают дохода на тот же самый процент на и чем дороже эта фигня украшение тем на большую территорию на распространяется как видите это это нужно для заработка денег ну это не стоит этим заморачиваться проще настроить вот таких вот кофей так давайте же у меня вот у нас есть еще питомник питомники питомник попадает динозавры все купленные на рынке вот это у меня уже выигранные зеленые кнопки не осталось просто дождаться пока закончится вылупляться те динозавры и я смогу получить эти этих динозавров которых я выиграл в схватках и выиграл в сюжетных заданиях тоже тоже схватках по факту вот наш питомник как говорится вот первый день первый инкубатор у нас всегда бесплатный туда мы бесплатно располагаем динозавра у меня там вот уже второй день там колбасится тиранозавр которого я выиграл по моему на девятнадцатом уровне на ринг на ринге схватки за 19 уровень или 20 там я видел меня помню есть схватки с ним с тиранозавром к было непросто ну как видите мы можем ускорить это все дело за доллары но сами понимаете там 497 долларов я не буду на это тратить потому что я не собираюсь покупать их за настоящие деньги так что я подожду денег и вот у меня еще метриаринг по моему да тут вылупляется тоже какие-то звездочки это прокачанность и редкость динозавров тиранозавр нас на коричневого фоне как вылечу это редкий динозавр супер редкий в данном случае метриаринг на обычном фоне по идее он не редкий давайте это проверим амфибии вот амфибия вот 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 нет супер редкий до метриаринг нас супер редкий у меня он будет уже с двумя звездами будут то есть уже крупы прокачаны у динозавров есть три параметра здоровье здоровье сила удара и ну в общем-то доходная часть которая интересует вот как видите вот редкий метриаринг он уйдет две звездочки то есть он уже считаешь он хоть и нулевого уровня но это звезда дается за каждых десять уровней то есть он нулевого уровня принципе имеет силу как будто бы уже там выше 20 но это вы поймете в ходе в ходе дальнейших наших видео или когда сами начнете играть но я сейчас тоже на этом детальный раз остановлюсь как видите вот самые простые так лимна с цели съем его который у меня прокачан до максимального уровня вот он самый дешевенький здесь у него 266 здоровья 68 урона а все правильно то есть 9000 за три часа он приносит это не 34 это три часа стегоцефал у меня 30 уровня есть не кисло он приносит он приносит она на тысячу больше всего лишь но урон смотрите 68 40 90 146 так диплокаулис 73 всего приносит кулазух вот с одной звездочкой у меня есть так как так и метриаринг у меня тоже скоро появится очень дорогой как видите ну понятно дело ну и и здоровья больше чем у всех и уронов больше чем у всех блин очень много всего да на я на мобильном телефоне пишу записываю чтобы там памяти хватило не знаю хватит ли мне времени лучше вообще сказать итак давайте пройдемся по динозаврам вот у меня есть аргентинозавр вот такой классный аргентинозавр у меня их на самом деле как видите пять штук они все на десятом уровне то есть одинаково их можно продавать до 80 единиц я думаю скоро этим займусь когда решил какие динозавр для меня важны какие нет ну минимум по одному я оставлю что дальше есть пахицефалозавр такой бронелобый динозавр тоже у меня есть это у нас все травоядные травоядных можно вот по значку листочек это значит травоядный вот есть такой вот пелик они пелик они мим похоже на галли мимо у них у всех нами такое окончание одно семейство довольно таки неплохой динозавр открывается попозже вот здесь видимость украшения и зен ты кусочек янтаря он повышает повышает доходность о вот пока я тут вам рассказывал у меня открылась ежедневно каждых 6 часов бонусы вот такие вот даются бабло вот на этот раз мне дали немножко генов еще бабло которыми нафиг не надо и вот гацегоптерикс сейчас давайте посмотрим что это навязывает нам купи за 200 гривен но мы этого не будем о у меня их два будет круто если у нас есть динозавр да он идет 0 1 уровня мы можем его скачнуть до 10 до 10 дальше он идти кнопка начать эволюцию чтобы начать эволюцию нам нужно два динозавра одинаковых 10 уровня и тогда мы их как бы сливаем вместе теряем одного динозавра и получаем взамен двух получаем 1 11 уровня 11 уровня которого можно прокачать до 20 то есть если мы хотим получить динозавра 30 уровня нам нужно снова взять два динозавра 1 уровня прокачать их каждого до 10 уровня слить их до 11 и прокачать до 20 и тогда два двадцатых уровня сливаются в 21 и его можно прокачать опять до 30 в общем чтобы прокачать динозавра до 40 уровня нужно 8 динозавров нужно 8 однотипных динозавров в общем все достаточно так дорого так вот у нас есть гуан лун так это родственник рапторов каких какой-то хотя посудя по пальцам не скажешь 20 было было то есть два я их слил в одного вот есть такой раздражитель хищник похож на спинозавра как вы могли заметить но это не он так идем дальше вот есть такой насуток царапок как видите у меня их уже три штуки вот из этих двух я могу сделать 1 21 из того уровня который нужно потом едой прокачать до 20 мне пока это не делал потому что на все это нужно гены а за гены можно купить какого-то нового динозавра я пока что их будет скажем так есть у нас потом тегоцефал вот у меня прокачаны до 30 уровня то есть они раскраской отличаются раскраской там всякими выступами и так далее вот видеть так выглядит 1 так выглядит 30 это на самом себе так потом что у нас есть диплодок это тоже ветки динозавр вот так вот он выглядит если два раза по нему классно то он выполнит какое-то там действие так идем дальше карнотавр карнотавр один у меня есть 20 уровня 10 они раскраски отличаются но не только раскраски там на 1 40 уровня уже появляется купа всякого разного так диплокаулис боже мой ну тоже это амфибия древняя дешевая особо ничем не отличается от тегоцефала дальше нас есть вот такой вот динозавр более компактный чем диплодок по моему это более сбитый с менее короткой шеей честно говоря даже не знаю у него какие-то шипы нарисованы не знаю насколько это реально вот есть у меня еще аллазавр тоже хороший динозавр но он дорогой редкий в магазине их еще нету то есть у меня они не открыты я его выиграл да тут практически все и выиграл и не мало что покупал вот у нас есть за линии у меня их два как видите обычный и 20 уровня так хоть бы там у меня ничего не выключилось вот есть динозавр у меня он тоже он редкий 10 уровня но здесь он да так не хочет открывать да а вот открыть свою шевелюру прикольно да сделали тоже у меня пока он один есть моим динозавр вот как видите так вот выглядит максимально прокачанный моим динозавр вот так вот он выглядит обычно а вот так вот выглядит прокачанный то есть у него добавились шипы и добавилась раскраска в общем он стал намного круче так также у меня есть максимально прокачанный 3 цена под он просто нереальным стал он был обычным ну как вы все знаете да три рога маленький такой гребешок маленький а вот когда мы его прокачали он стал таким красочным у него появились вот эти вот все шипы и стала такая корона гигантская шипа станут здесь уже фантазия разработчиков но тем не менее сделано интересно скажем так первый уровень это чисто по книжкам по биологии по археологии а уже там прокачка это уже выленько вот как видите у меня здесь горит кнопка не слияние а не прокачка а слияние вот сливать это мы можем получить мутанта для этого нам нужно два динозавра определенных динозавра не всех можно смешивать а только некоторые виды между собой то есть вот трицературство можно смешать со стегозавром но стегозавр у меня не готово он у меня всего лишь 10 уровня потому что он очень дорогой не могу позволить себе их купить а вот у нас ютараптор два ютараптора есть вот как видите есть 20 и есть 30 уровня ну а 10 был вообще серенький и без перья то есть у этого мы видим что у него есть перья blue это ты или не ты так так такой у нас ютараптор да у меня пока что нет но ютараптор уже больше ютарапторы больше так давайте теперь давайте покажу вам всех еще ползающих шагающих потом перейдем к летающим я их так отдельно выгордел вот кулазук это самый крутой ну самый дорогой из тех что у меня доступно как видите он редкий он на сером фоне коричневым таком и у него две звездочки это у меня он прокачан на 20 уровне он редкий он у меня самый мощный но если его прокачать пока что пока что у него урон 68 но он всего лишь на 20 уровне самый прокачанный у меня это первый самый дешевый именно сцелис вот он 40 уровня у него тоже урон 68 как видите а у кулазуха на 20 уровне такой урон то есть у него урон будет за сотню если его прокачать и вот так вот они отличаются вот такой вот обычный как в книжках биологии и анатомии а вот такой вот максимально прокачанный то есть разница большая ну валяются не одинаково так есть что у меня еще есть так есть у меня еще тот дзян газавр такого сам первый раз слышу это родственник стегозавра да немножко от него отличается давайте покормим его беднягу все пока он есть не хочет ничего делать и вот так вот он возвращается может прилечь так 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 а где же мой стегозавр я вам разве его показываю а вот он затесался стегозавр вот он я его тоже выиграл он уже был он редкий с двумя звездами был на первом уровне у него уже было две звезды и вот урон ну урон я ему немножко всего лишь прокачал дальше до 20 уровня чтобы прокачать нужен второй а второй у меня пока что нет ну давайте пойдем по летающим так есть колабаринг вот так вот он выглядит такой ужасающий с такой вот пастью у меня их два то есть я их могу при желании превратить в 20 уровень так дальше вот мой редкий мой пока что самый мощный наверное е 94 у него урон да самый мощный он 30 уровня это топежара лети лети животное вот такой вот самый крутой мой ящер летающий так вот есть тропеогнат у меня он 30 уровня еще есть двое нужно еще двое и тогда я смогу прокачать полностью вот так выглядит обычный вот так вот выглядит тридцатый уровень ну а сороковый вообще там будет офигенно выглядеть так идем дальше аланка это самое дешевое в принципе летающие динозавры они сильно что первый что двадцатый разницы какой-то нету по-моему а не есть вот крылья крылья здесь белая а здесь крылья уже пятнистые какие-то дальше вот кацекатль это один из самых вообще больших в мире летающих ктерозавров кацекатль это я помню да он смотрите он две звездочки и вот он же на десятом уровне урон 75 красавец 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 так что еще есть вот есть вот недавно выигранный мной буквально на двадцать первом втором уровне джунга риппер правильно я прочитаю так джунга риптер риптер вот он тоже как видите со звездочкой уже идет хотя он всего лишь 10 уровня и урон 40 тоже очень мощный динозавр если его еще прокачать так и больше всего у меня вот этих вот гацегоптерикс вот смотрите один в общем пять штук у меня их есть пять штук их можно я наверное их буду продавать они по сотке стоят можно качнуть хорошо ну вот между первым и десятом разницы не будет между первым и двадцатым вполне могла бы быть разница в общем я думаю такой первый вступительный обзорчик я вам показал будет дальше уже в общем буду рассказывать по детальнее думаю что всем спасибо за просмотр с вами был александр и до скорых встреч александр александр